Ролик создан при поддержке Тивиком 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 Можно было накрутировать. Я вот так вот думаю о своем бое, вот от этого, анализирую вообще. Чувствовал себя хорошо я. Ну вот спрошу у тренера, он говорит, что если бы я не переболел, я же за две недели переболел же до боя, я бы мог бы себя чувствовать еще лучше. За две или за три недели до боя переболел. Наверное, скорость была бы выше, где-то выносится лучше. Но в бою я себя неплохо чувствовал. Вот так вот, откровенно говоря, я себя неплохо чувствовал. Да, там борьба забирала там. Ну я сам вот не знаю, у меня бои проходят вот так на одном дыхании. Я не знаю, у меня раунд второй, третий быстро проходит. Потом я только сажусь и анализирую, как было, что было, что прошло. А сечка вообще мешала? Вообще не мешала. Она, по-моему, не сильно кровила? Она у меня вначале начала на глаз. Именно когда рассекся, она прямо в глаз кровь попадала. А чтобы во втором раунде или в третьем раунде какой-то дискомфорт, там, что-то там, вообще не было ничего такого. Все вот как обычный бой. Я и не замечал кровь вообще. Я работал, как работал. Я даже не прикрывал там, это место не закрывал. Как в обычном бою. Начну тогда с своего мнения по предыдущему бою, по поводу вот этой остановки. Дело в том, что там остановка происходила в тот момент, когда, в принципе, как раз Женя находился в активной фазе атаки. То есть он нанес хороший удар, после которого соперник явно, так скажем, поплыл, то есть был в стоячем нокдауне и фактически спасался. Клинчевал, пытался, ну, потянуть время и переждать вот этот опасный момент в клинче. И именно в этот период произошла остановка. Рефери вмешался и решил поинтересоваться состоянием рассечения, полученного еще в первом раунде у Жени. Я понимаю, если бы, допустим, Женю в этот момент били, и там какой-то действительно риск для его здоровья был. А получилось наоборот, что он инициирует атаку, он попадает, и в этот момент вмешивается рефери и останавливает бой. То есть с этой точки зрения. Это по работе рефери, то есть когда он решил вмешаться и прервать бой. А по работе врача, который принял непосредственное решение об остановке. Дело в том, что там рассечение с первого раунда достаточно было большое, но в течение второго и части третьего раунда, сколько бой продлился, оно практически не изменилось. То есть можно было также останавливать и тогда сразу. в первом раунде, вернее, после первого раунда. Но тогда приняли решение, что можно драться, и по большому счету к третьему раунду ничего не поменялось. То есть рассечение какое было, и потом мы не поехали ни в какой травмпункте, я буквально там тремя тонкими полосками декопластыря заклеил, и все, не кровило, ничего. Ну то есть по сути бой можно было не остановить. Я считаю, что на таком уровне, когда дерутся профессионалы, когда до конца боя остается около минуты, когда опасный момент в сторону бойца, не у которого рассечение, а наоборот у его соперника. Я думаю, что это не самое уместное место для остановки, так скажем. Знаете, я вот так, честно, не могу рассуждать. Вроде бы он ударник, вроде бы стойкий. Карл Селинским как-то так подрался. Но он может быть высокий, неудобный. Для вот как лично для меня. У меня были такие соперники по боксу еще даже. Вот вроде бы он такой, да, какой-то высокий, там, нестандартный. Он может быть очень неудобный. Или там, какая-нибудь, может бороться пойти. Если бороться пойдет, тоже может проблемы создать. Но парень с UFC, я видел сам, вот, как он в реалити-шоу. Я до этого смотрел, я еще не знал, что буду с ним нравиться. Он там бои выигрывал. Тафф, если не ошибаюсь. Бой или два он выиграл. Задушил там соперника. А там все равно в UFC есть UFC. Таких бойцов не дооценят нельзя. Вот, например, Кори Хендрикс тоже с Таффа с UFC. Какой сильный парень. Хотя особо не показался, не проявил как чемпион, там, претендент. Но уровень все равно, уровень другой. Селинский, на самом деле, он неплохой боец. Он ударник, да? И греплинг у него здесь. Он просто какую-то корявую технику навязал. И вот, как он с первого раунда вот этот момент свой поймал, вот в этой технике, так он и до третьего раунда. Я этот бой смотрел прямо на другом смотрели. И он прямо до третьего раунда в одной манере расстрелял его просто. После него работал, после него работал. Но Селинский неплохой боец. Я думаю, мне просто так в бою повезло вот так. А так, мне кажется, Селинским тоже мне мог бой дать. Просто мне повезло. Подготовку мы начали заранее. То есть мы еще не получили подтверждение боя, еще не получили подтверждение соперника. Уже начали готовиться к бою, входить в форму. И когда был выбор, на какой турнир попасть, чуть раньше, чуть позже, мы, в принципе, понимали, что где-то в декабре будем готовы подраться. И как раз лига предложила вот такой вариант соперника. В принципе, боец достаточно опытный, иностранец. Всегда интересно выступить против спортсменов другой школы. Плюс у него есть опыт выступления не только в наших лигах, ICA, но также он за океаном дрался. Плюс опытный боец, достаточно с хорошими физическими данными. То есть рост, размах рук, сухой, без лишнего веса, как правило, всегда к боям в хорошей форме физической подходит. В техническом плане я могу сказать, что он стилистически, на мой взгляд, удобен для Жени. То есть я думаю, мы бой в стойке увидим, потому что что один, что другой, часто бои проводят именно в стойке. Но в современном ММА тяжело быть уверенным, как будет складываться поединок, потому что каждый из бойцов может подготовить к очередному бою что-то новое и преподнести какой-то сюрприз. Поэтому мы готовимся ко всему, но постараемся реализовать именно свои сильные стороны. Евгений выходец из бокса, поэтому сделаем акцент на работе руками, работу в стойке в целом. Подготовка идет хорошо. В этот раз я пораньше начал подготовку, приехал пораньше в Алма-Ату и уже вес пошел на спад. Тренировки все хорошо идут. Сейчас именно такой момент, когда объем тренировок увеличенный. Сейчас, именно сейчас нагрузки идут. Примерно через, думаю, неделю-две уже начнем сбавлять. Ну, где-то со следующей недели начнем сбавлять потихоньку. И уже ближе к бою. Думаю, форма будет хорошая. Я бы, например, с удовольствием. У нас есть разговор. И с Аятом я общался. Не знаю, посмотрим. Вообще хочется попробовать, конечно, в лучшую лигу. Ну, как пойдет, как получится. Если там контракт затянется, там, ну, с подписанием контракта будут проблемы, затянется, я лучше ВСЕ останусь. Потому что у меня возраст, у меня нет времени ждать, там, простаивать, там, год ждать, там. Если это затянется, даже на полгода уже это для меня нехорошо. Я думаю, что благодарация ВСЕ. Но если какой-то реальный шанс будет, мне скажут, вот реально, вот, поедешь, подпишут. Я поеду, подпишу. Потому что я считаю, что каждого бойца, каждый боец мечтает подраться именно там. Там выступить, себя проявить, флаг свой поднять там. И если ты там не подерешься, как будто ты за всю свою жизнь и не подрался, не дрался в таких боях. Мне кажется, там обязательно надо все возможности, всю возможность приложить, чтобы там подраться, выступить. Субтитры сделал DimaTorzok